Прием абитуриентов в высшие и средние учебные заведения продолжается в еврейской автономной области. Активно проходит приемная кампания в Биробиджанском медицинском колледже. Будущих студентов набирают на два отделения – фельдшерское и сестринское дело. Уже выполнен план по набору фельдшеров и близок к 100% набор медсестер. Однако это не значит, что прием на этом остановят. Зачисление проходит на конкурсной основе. Чем выше балл, тем большая вероятность попасть на бюджет. Дети идут с достаточно высоким баллом, с большим желанием обучаться в медицинском колледже. Для них у нас организована подача документов двух видов. То есть наши местные могут прийти к нам непосредственно в приемную комиссию и нагородние могут нам прислать на электронную почту нашего колледжа. Письма обрабатываются в течение суток, с ними ведется активный диалог. При этом зачисление на бюджетные места – не единственная возможность обучаться в колледже. У абитуриентов есть возможность поступить на платной основе, а также по целевому направлению. Законодательным собранием нашей области принято решение студентам, которые заключат договора о целевом обучении в среднепрофессиональном образовании, в частности, конечно, у нас, будет выплачиваться стипендия в размере 5000 рублей. Я думаю, что это будет отличное подспорье для студентов, для учащегося именно вот такой вот финансовой поддержки. В приемной комиссии отмечают, что среди абитуриентов немало выпускников медицинских классов, с учащимися которых работали в том числе преподаватели медколледжа. В течение двух лет работали медицинские классы, и в том числе они у нас проходили обучение. Были разработаны специальные программы, студенты изучали и основы анатомии, и медицинскую психологию, основы латыни, неотложную помощь. Это были очень увлекательные занятия. И мне очень приятно, что часть этих детей выбрала для своего пути в медицину именно Бюробиджанский медицинский колледж. Выпускникам учреждения также оказывается поддержка. Для молодых медработников на территории области реализуется несколько стимулирующих программ. Подъемные медикам ФАПов, сельский фельдшер, наставничество для молодых специалистов и другие. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.